что за металл вибраниум он крепче стали и в три раза легче полное поглощение вибрации это самый редкий металл на земле что скажешь да кажется работает привет когда фантаста нужно ввести в сюжет какую-нибудь непобедимую броню или сверхценный ресурс то проще всего придумать совершенно новое вещество к примеру во вселенной марвел есть вибраниум это металл с очень необычными свойствами он крайне крепкий и и при этом способен каким-то образом поглощать кинетическую энергию знаменитый сверхпрочный щит капитана америка сделан из сплава вибраниума а броня черной пантеры кажется целиком состоит из этого металла также он стал основой экономики ваканды самого развитого государства африканского континента тоже вымышленного естественно есть еще важный момент залежи этого самого вибраниума в ваканде вызывают серьезные мутации у местной флоры и фауны и вроде как проблемы со здоровьем у граждан мы это запомним и позже еще вернемся хотя думаю авторы комиксов не вкладывали тут какой-то глубокий смысл и да я совсем не знаток лора вселенной марвел так что не буду особо умничать вибраниум нам важен как пример фантастического вещества другой пример анаптаниум из вселенной аватара джеймса кэмерона анаптаниум это высокотемпературный сверхпроводник крайне редко и очень дорогое вымышленное вещество на земле его по сценарию нет производить искусственно по всей видимости слишком дорого поэтому его добывают на альф центавра при этом активно кошмаре местных жителей ну и вывозят метрополию на полутора километровых межзвездных кораблях типа venture star а на земле будущего это уже основа всей цивилизации например передача электроэнергии почти без потерь это сейчас мы в счете за электричество переплачиваем до 30 процентов на тепловые потери а там будет 0 также супер эффективный транспорт использующий огромные магнитные поля медицинские технологии научные исследования промышленность без анаптаниума никак как вы уже поняли сегодня мы будем говорить о фантастике астрофизики и квантовой механики разберем парочку фантастических веществ и поищем им место физической картине мира ну а с вас лайк подписочка желательно комментарий и внимание потому что тема оказалась не из простых увы все сверхпроводники которые нам известны на самом деле существуют либо при очень низких температурах либо при очень высоких давлениях в десятки тысяч а то и в миллионы атмосфер в общем это сложно и дорого а случае высоких давлений пока они применимы в промышленных масштабах да иногда в сми появляются сообщения что кто-то почти получил сверхпроводник при комнатной температуре но увы пока это не реальные магических заклинаний и волшебных палочек кстати острова что мы видели в фильме аватар парят в воздухе как раз из-за высокого содержания анаптаниума в их породах сверхпроводник выталкивает из себя магнитные поля это называется эффект мейснера а если внешние поля достаточно сильны то отталкиваясь от них сверхпроводник будет левитировать в общем я думаю такой опыт многие видели но в аватаре это происходит в масштабе целой планеты короче появись анаптаниум из фильма в нашем мире он радикально изменил бы облик всей цивилизации поэтому в мире джеймса камерона человечество не может отказаться от этого ресурса это как сейчас запретить электричество да многие любят стимпанк но только пока их не составляют в нем жить так что очевидно что по сюжету люди должны вернуться на пандору гасить синий рожах так я что забыл про заставку так вот собственно вопрос а какие у нас шансы обнаружить такие вибраниумы анаптаниумы или на худой конец криптонит для снижения жизнедеятельности супермена остались ли в современной картине мира места для таких чудовеществ и где их искать со вторым кстати проще весь вибраниум ваканды давным-давно попал на планету вместе с метеоритом а значит он прибыл из космоса с анаптаниумом тоже интересно ведь его так много на пандоре из-за древнего столкновения с другой планеты размером с марс из-за высоких температур давлений а также мощных магнитных полей газового гиганта полифема условия сложились так что во время планетарной катастрофы сформировалось приличное количество этого минерала у нас на земле тоже вроде как в прошлом было мощное столкновение но что-то я не наблюдаю здесь залежи анаптаниума а жаль значит опять лететь в космос кстати между вибраниумом и анаптаниумом есть одно важное отличие вибраниум это вещество простое то есть он состоит исключительно из одного химического элемента как например железо или магний значит в периодической таблице менделеева должно быть под него место анаптаниум же явно вещество сложное и состоит из химически связанных атомов двух или более элементов скорее более учитывая что его нельзя получить искусственным путем зато все составляющие его элемента науки давно известны а вот об этих двух типах веществ мы и поговорим фантастики часто встречаются еще и композитные материалы то есть материалы изготовлены из компонентов с различными физическими или химическими свойствами о них мы сегодня говорить не будем оставим пока эту тему любителям пришельцев начнем с простого вещества где искать вибраниум прежде чем указать конкретное место давайте подумаем а могут ли вообще существовать в природе неизвестные химические элементы фантастики то да не вспоминается например война миров герберта уэлса где ужасные марсианские треножники не только разносили британию тепловыми лучами но использовали ядовитый газ в основе которого был неизвестной науке химический элемент ну или вспомним второго хищника удивительно отсутствует периодической системе отсутствует периодической системе может мы в таблице менделеева что-то пропустили давайте взглянем итак дмитрий иванович менделеев представил на суд общественности свою версию классификации химических элементов 1869 году современные формулировки мы скажем что свойства химических элементов то есть то как они друг с другом реагируют и какие связи образуют находится в периодической зависимости от величины заряда их ядер то есть с увеличением заряда химические свойства будут меняться периодически то одни то другие потом все сначала хотя если вспомнить что в химических процессах принимают участие все же не ядра а электроны то правильнее было бы сказать что химические свойства элементов зависит от количества электронов на последнем энергетическом уровне а еще периодический закон позволил предсказать новые на тот момент еще неизвестные элементы да сначала в таблице были пустые места которые ученые постепенно заполняли и ведь в то время не менделеев никто не другой еще не представляли себе что такое атом так что во фразе элемента нет периодической системе тогда не было ничего удивительного нет ну давайте оценим его атомную массу и пристроим подходящую пустую ячейку более того когда астрономы начали открывать линии неизвестных химических элементов спектрах солнечной короны планетарных туманностей полярных сияний менделеев предположил что в его таблице еще есть одна особая нулевая группа в которой сидят элементы легче водорода увы это была ошибка сейчас то мы понимаем что водород это один протон и один электрон и в природе ничего более легкого и при этом способного вступать в химические реакции не существует ну а виновата в том что разные химические элементы ведут себя по-разному как ни странно квантовая физика я уже несколько раз упоминал в видео что поведение электрона в атоме описывается четырьмя квантовыми числами это главное квантовое число n ну грубо говоря его энергия орбитальное число l определяющие например форму орбиталия электрона они вон какие разные бывают далее магнитное квантовое число m показывающие ориентацию орбитали в пространстве ну и спин с орбиталь это грубо говоря область вокруг ядра где вероятнее всего находится электрон да я сознательно избегаю слов вроде волновая функция сейчас это неважно химические свойства элементов периодически меняются от металлов к не металлам если на энергетическом уровне электронов мало их проще в реакции отдать тогда это металл а если уровень почти заполнен электронами то элемент хочет его до заполнить присоединив дополнительный это не металл в самой периодической таблице металлы переходят вне металлы слева направо а уровни получаются следующим образом здесь работает принцип паули запрещающий двум одинаковым электронам сидеть на одном уровне хотя бы одно квантовое число у электронов должно отличаться отсюда и все наше химическое разнообразие главное квантовое число это как я уже сказал энергия электрона и номер его уровня в таблице чем выше уровень тем ниже расположен элемент но одной энергии недостаточно орбитальное квантовое число и определяет форму той самой орбитали она принимает значение от 0 до n минус 1 на самом деле все очень просто если n равно единице то есть это первый уровень то или равно нулю это соответствует и с орбитали но на круглую формы на втором уровне или может быть нулем единичкой единичка это п орбиталь она по форме похоже на гантельку на третьем уровне или может быть нулем единичкой и двойкой двойка это д орбиталь и похоже она на скажем пропеллер спокойно в этом нет ничего сложного вообще это школьная программа. Просто там все это рассказывают немного другими словами. Следующее магнитное квантовое число М, показывающее, грубо говоря, ориентацию орбитали. Оно принимает значения от минус L до L. Вот шарик S орбитали. Как этого колобка не крути, проекция не меняется. Значит, на ней есть только одна ячейка для электронов. Для P орбитали у нас уже три возможные проекции на оси координат. Для D орбитали есть три значения, когда лепестки сидят между осями, одно по осям и одно вот такая вот загогулина. Всего пять проекций и пять ячеек. А вот F орбиталь, вот она какая сложная. Вертеть ее можно разными способами, поэтому на ней аж семь проекций. Ну и последнее число это спин. У него может быть две противоположных ориентации, поэтому на каждой ячейке сидит не более двух электронов. А значит на S орбитали их всего два, на P шесть, на D десять и на F сразу четырнадцать. Вот собственно и все. Все многообразие химических процессов во Вселенной, вся сложность полимеров, органической химии и биологических процессов вытекает из того, что я сейчас показал. Просто из того, насколько орбиталь заполнена электронами. И вот тут насчет вибраниума у меня плохие новости. Химические свойства атома зависят от количества электронов на оболочке, а свойства самих оболочек от заряда ядра. То есть, не поменяв ядро, не удастся получить новые химические свойства. Однако, вот таблица Менделеева. Вы видите здесь пустующие ячейки? На сегодняшний день она заполнена элементами с номерами от единички, это водород, до 118-го, названного Аганисон в честь академика Юрия Целаковича Аганесяна. Изотопы, то есть элементы с одинаковым количеством протонов, но разным количеством нейтронов, обладают практически одинаковыми химическими свойствами. И, казалось бы, вибраниумы, как и металл у хищников, можно было бы сделать ручкой вот так. В нашей Вселенной их не может существовать. Но не будем спешить. Чем выше атомный номер элемента, то есть, чем больше в ядре протонов, тем хуже для устойчивости этого ядра. Они ведь все положительно заряжены и отталкиваются. Самый стабильный массивный элемент, который может не распадаться, это свинец с атомным номером 82. Следующий после свинца Висмут с номером 83, уже радиоактивный. Правда, период полураспада у него 2 на 10 в 19-е лет, что почти незаметно. Нет, конечно, у более легких ядер тоже есть много неустойчивых изотопов. У того же водорода есть тритий. Поэтому далее, когда я буду говорить о стабильности, я имею в виду самый устойчивый изотоп. Так вот, после Висмута идут уже радиоактивные элементы. Какие-то более, какие-то менее. Например, период полураспада самого стабильного изотопа урана почти 5 миллиардов лет. Поэтому на Земле есть его месторождение, его активно добывают, а раньше добавляли в качестве красителя в бижутерию и посуду. Посуда получалась очень красивая и к тому же светилась под ультрафиолетом. Подумаешь, фон по альфа-излучению превышал норму в десятки раз. Нездоровеньким же помирать. А вот полураспад плутония это 80 миллионов лет. И в природе его почти не осталось. Все, что используется в промышленности, получают искусственно. С более массивными ядрами все еще хуже. Время жизни самых стабильных полученных изотопов сверхтяжелых ядер с номерами 117 и 118 это миллисекунды. Однако я все же хочу дать вибраниуму шанс, пусть и не очень большой. Еще с 60-х годов существует предположение, что за плутонием, Калифорнием и Розерфордием должен существовать так называемый остров стабильности, в котором сидят изотопы сверхтяжелых ядер, живущие не доли секунд, а годы, быть может даже миллионы лет. Вот на чем основана эта идея. Подобно тому, как в атоме существуют электронные оболочки, которые заполняют электроны в соответствии со своими квантовыми числами, в атомном ядре тоже есть оболочки, только заполняют их уже протоны и нейтроны, тоже в соответствии с квантовыми числами. Так вот, когда в ядре окончательно заполняется очередная оболочка, атом получается более устойчивый. Только у протонов и нейтронов свои отдельные оболочки, и заполняются они независимо. Число, при котором оболочка заполняется до конца, называется магическим. У протона это вот и эти числа, а у нейтрона, соответственно, вот они. Согласно этой модели, 114 и 126 элемент могут прожить относительно долго, если правильно подобрать количество нейтронов. Проблема здесь в том, что оболочечная модель не совсем точно описывает атомное ядро. Уровни энергии в нем не такие четкие, как в атоме. Плюс протоны и нейтроны взаимодействуют друг с другом. Все это приводит к тому, что мы не знаем, сколько именно протонов и нейтронов должно быть у элементов острова стабильности. И далеко не факт, что эти стабильные сверхтяжелые элементы вообще существуют. Кто-то может возразить, вот получают же эти ядра в ускорителях. И 114, и даже 118. Живут они доли секунды. Значит, никакого острова нет. Но это не совсем так. Как сейчас получают сверхтяжелое ядро? Берем сперва укропу, потом кошачью... То есть берем изотоп плутония 244, делаем из него мишень и стреляем по ней кальцием 48. Это редкий изотоп кальция. Он живет долго и удобен тем, что в нем на 8 нейтронов больше, чем в обычном кальции. Главное, разогнать кальций побыстрее, желательно процентов до 10 от скорости света. Это нужно, чтобы преодолеть кулоновское отталкивание одинаково заряженных ядер. После столкновения ядер получаем изотоп флеровия 288 или 289. Это 114 элемент. Проблема в том, что с мишенью реагирует всего лишь каждый миллиардный атом кальция, а то и меньше. Поэтому эффективность методики довольно низкая. Хотим еще более тяжелое ядро? Берем Кюри 248, стреляем по нему все тем же кальцием и получаем уже 116 элемент либерморий. Так вот, если посмотреть на расположение этих новых изотопов сверхтяжелых элементов, мы видим, что, увы, промахиваемся мимо острова стабильности. В этом минус схемы с кальцием 48. Да, в районе 112-114 элемента изотопы и правда стали жить дольше, но все равно недостаточно долго для того, чтобы приносить пользу народному хозяйству. Чтобы попасть в остров стабильности, изотопы должны содержать больше нейтронов. Например, более стабильная версия флеровия, видимо, должна иметь атомную массу 298, а не 289, как получается в схеме с кальцием. Значит, и мишень, и снаряд должны иметь больше нейтронов. А с этим пока есть проблемы. Также из-за сложности в моделировании атомных ядер пока непонятно, какой из этих элементов будет самым стабильным и сколько он все-таки проживет. Да не недели, может быть тысячи лет. Вопрос. Ну, представим, что остров стабильности и правда существует, а его элементы живут миллионы лет. Можно ли что-то сказать об их химических свойствах? Давайте снова взглянем на таблицу Менделеева. Естественно, версии химии просто. Не Тему Лебедеву же смотреть. Вот, например, тот самый аганисон. Он расположен в восьмой группе, где сидят все инертные газы, то есть элементы, которые при нормальных условиях не реагируют с другими веществами. Ведь их оболочки полностью заполнены электронными. И впихнуть туда что-то еще сложно. Значит, логично предположить, что и аганисон должен быть инертным. Но все не так просто. Чем выше заряд атомного ядра и чем, соответственно, больше электронов, тем больше должны быть и электронные оболочки. Именно поэтому, находясь в одной группе, углерод и кремний, хоть и похожи по химическим свойствам, но не доэнтичны. Однако у сверхтяжелых элементов начинает работать другой фактор. Чем выше заряд ядра, тем выше энергии электронов. А значит, грубо говоря, их скорость. В какой-то момент она возрастает настолько, что на химические свойства атомов начинают влиять уже эффекты теории относительности. Например, становится заметным релятивистское увеличение массы электрона, скорость которого приближается к скорости света. И если для единственного электрона водорода разница невелика, вот столько, то у 114-го флеровия она достигает уже 79%, а у аганессона 95%. Вдобавок, ядра сверхтяжелых атомов имеют довольно сложную внутреннюю структуру. Протоны у того же аганессона образуют что-то похожее на пузырь. По краям их много, а в центре почти нет. Все это приводит к тому, что, во-первых, часть орбитали прижимается ближе к ядру, уменьшая при этом размер атома. Во-вторых, сблизившиеся с ядром орбитали начинают экранировать заряд ядра, что дестабилизирует внешние орбитали, меняя химические свойства. А в-третьих, энергетические уровни сверхтяжелых атомов расщепляются из-за спин орбитального взаимодействия. Сейчас не важно, что это. Важно, что из-за него орбитали электронов как бы размазываются. И в отличие от нормальных атомов, у аганессона получается размазанное облачко электронного газа. Увы. Полученный изотоп прожил меньше миллисекунды, поэтому говорить о химических свойствах можно лишь теоретически. Но такие размазанные облака легко слипаются между собой. А значит, 118-й элемент может оказаться твердым веществом при нормальных условиях. То есть все инертные элементы были газами, а этот твердый. Но не жесть ли? То есть жесткий газ, лед из газа. Что касается других сверхтяжелых элементов, то время их жизни позволило поставить некоторые химические опыты. Сложность заключается в том, что это должен быть непрерывный процесс. Нужно получать атомы, сразу меньше чем за секунду транспортировать их в установку, где они должны успеть прореагировать с мишенями. Например, окислиться или вступить в соединение с металлом. Проблема в том, что это фактически химия одного атома. И для накопления хоть какой-нибудь статистики установка, производящая атомы, должна работать долго. А это сложно, дорого и энергозатратно. Например, для химических опытов со 108-м хассием удавалось использовать около трех атомов в сутки. Если учесть, что время жизни каждого меньше 10 секунд, то вообще грустно. Расчеты для 112-го Коперниция изначально показывали, что он может быть химически инертен, как гелий или ксенон. Но эксперименты показали иное. Оказалось, он похож на ртуть, с которой находится в одной группе. Тоже металл и даже образует амальгаму с золотом, пусть и не такую прочную. Самое поразительное, что при нормальных условиях Коперниции может быть не жидким, как ртуть, а газообразным. Газообразный металл? В природе мы такое не наблюдаем. 114-й флеровий тоже может создавать амальгаму с золотом, хотя металлические свойства у него меньше, а летучесть выше. Ну то есть он уж точно, скорее всего, металл газообразный. Хотя с ним было еще сложнее, ведь получить его труднее, а живет он около двух секунд. Тут нужно оговориться, что если удастся получить более стабильные затопы этих элементов, конечно, с их химическими свойствами будет понятнее. Но пока что есть. И если бы Марвел попросили меня придумать для их вселенной более серьезное научное обоснование, я бы поместил вибраниум в область острова стабильности. Да, на 100% утверждать, что остров существует и его элементы могут прожить осмысленно долго, пока сложно. Но вроде эксперименты это предположение подтверждают. Какой элемент будет самым стабильным 108-й, 112-й, 14-й или 26-й, тоже пока непонятно. Нужно ставить новые опыты. Кстати, про сверхтяжелые элементы и возможный конец таблицы Менделеева был отличный ролик у Макара Светлого. Оставлю ссылку в описании. Точные химические свойства опять же предсказать не получается. Но раз там есть всякие летучие металлы и твердые газы, жесткий газ, то почему бы и не брить вибраниуму? Ну, по многим причинам, если честно. Но других мест для новых элементов в нашем мире, увы, нет. Это, кстати, объяснило бы мутацией жителей Ваканды. Остров стабильности стабилен очень условно. И фонить такая куча радиоактивного металла должна прилично. Я удивляюсь, как там вообще кто-то живет. Ну, или взять щит Капитана Америка. Мне кажется, такого количества вибраниума хватило бы, чтобы свалить с ног и его хозяина и всю команду Мстителей. Поэтому вот кто реально мог бы им пользоваться, так это какой-нибудь капитан Тихоходка. Он был простой тихоходкой, но тут упал вибраниум. А может быть, этот металл, да и вообще сверхтяжелые вещества, найдутся за пределами Земли? А почему бы и нет? Можно было бы поискать их линии в спектрах астрономических объектов. Возможно, неплохим местным для таких поисков окажутся астрономические источники с необычной металличностью, то есть с необычным содержанием элементов тяжелее водорода и гелия. Кстати, а вы никогда не задумывались, почему астрономы их так называют? Металлы. Ведь за такое от любого химика можно справедливо получить по щам. Это Владимир Сурдин специально для YouTube-канала «Улица Шекловского». Почему все химические элементы тяжелее водорода и гелия астрономы называют металлами? А дело вот в чем. Линии металлов очень ярко проявляются в спектрах космических объектов. Во-первых, потому что элементов группы железа, ну это железо, никели, соседние с ними в периодической таблице, их действительно много. Они на втором месте по распространенности после водорода и гелия. Во-вторых, у металлов много электронов на внешних электронных орбитах. Именно поэтому они проводят электричество. Их электроны легче отколоть от атома и сделать электронами проводимости. Они легко бегают по проводам, потому что слабо связаны с атомом. Так что металлы легче демонстрируют себя. Эти внешние электроны легко прыгают с орбиты на орбиту, и поэтому в спектре космического объекта мы иногда видим линии металлов, ну, например, железа, даже больше, чем линии самых распространенных химических элементов водорода и гелия. Ну, водород вообще на первом месте во Вселенной. Его примерно 90% от всех химических элементов, если считать по количеству атомов. Гелий на втором месте его примерно 10% по количеству атомов, а всех остальных вместе взятых элементов около полутора или двух процентов, не больше. Так вот, металлами принято называть все более тяжелые. Водород на первом месте, гелий на втором, а все остальное, вся остальная таблица Менделеева у астрономов имеет такое короткое название металлы. И таким образом долгое время по линиям железа определяли концентрации и других элементов в звездах. Кроме водорода, естественно. Отсюда и астрожорганизм, металлы. Кстати, на канале Неземной подкаст Владимира Сурдина каждое воскресенье выходит обзор интересных астрономических событий за неделю. Ссылки в описании. И передавайте ему привет с улицы Шкловского. Итак, вот допустим светит облако межзвездного газа. Понятно, что в основном там водород, но надо бы как-то оценить, какие еще элементы в нем есть. В таком облаке астрономы работают с эмиссионными линиями, то есть с линиями не поглощения, а испускания. Очень грубо говоря, яркость спектральных линий конкретных элементов конкретных длин волн зависит от параметров среды, температуры, плотности и концентрации излучающих атомов. При этом яркость одних линий оказывается более чувствительна к значению температуры, других к плотности среды, поэтому сравнивая линии между собой, можно оценить и условия в облаке, и содержание различных элементов. К сожалению, таким способом не получится выяснить полный химический состав. В идеальном эмиссионном спектре видны вот эти элементы, но обычно мы видим только кислород, азот и серо. Для остального, увы, нужны уже танцы с бубном, а это не тема данного ролика. В случае звезд ситуация похожа. Обилие элементов определяется по соотношению линий, только на этот раз линий поглощения, это которые темные. Темные линии появляются в спектре, если между источником света и нами есть более холодный газ. Его атомы и будут поглощать излучение на соответствующих длинных волн. А звезда как бы сама просвечивает через свою внешнюю атмосферу. Кстати, у звезд видно гораздо больше линий, чем у облаков межзвездного газа, поэтому определить их химический состав можно точнее. А бывает и так. Вещество вообще не светится, а изучать надо. Допустим, это облако газа и оно очень холодное. Все равно его можно попробовать исследовать, но для этого нужно отыскать источник, который бы просвечивал через это облако. В спектре источника тогда появятся линии поглощения для него несвойственные, относящиеся как раз к холодному облаку. Итак, спектры звезд лучше подойдут для поиска, ведь там в принципе видно больше линий. Насчет того, где искать, то уже есть пара соображений. Сверхтяжелые ядра могут образоваться в условиях очень быстрого захвата нейтронов. Это так называемый R-процесс. Максимально быстро он протекает при взрывах сверхновых с коллапсом ядра или при слиянии нейтронных звезд. Поэтому в идеале нам подошло бы место, где может происходить и то, и другое. Я имею в виду молодые звездные ОБ-ассоциации, недавно образовавшиеся в гигантских молекулярных облаках. Все через несколько миллионов лет в них начнут взрываться сверхновые, а в результате, скорее всего, появятся нейтронные звезды. А еще через какое-то время те из них, что сохранили свои двойные системы, пойдут сливаться друг с другом. В результате может образоваться некоторое количество сверхтяжелых стабильных изотопов, если они все-таки существуют. Нет, конечно, нейтронные звезды могут слиться и сильно позже, когда уже никакой ассоциации звезд не останется. Но в ассоциациях больше шансов найти загрязнение веществом, выброшенным при слиянии на соседние звезды. Можем ли мы увидеть линии сверхтяжелых элементов спектра звезд? Вопрос хороший. С одной стороны, их концентрация в звезде будет крайне мала по сравнению с другими элементами. Но может сработать тот же эффект, что делает линии железа такими яркими. Тяжелое ядро, много электронов. Может быть, этого и хватит на заметную линию? В качестве подтверждения этой идеи хочу напомнить про объекты типа звезды Пшебыльского. Это крайне странные быстропеременные звезды с очень необычным химическим составом. В спектре самой звезды Пшебыльского ученые обнаружили множество различных редкоземельных элементов. И это крайне не характерно для звезд. Более того, в 2008 году на основе наблюдения на телескопе VLT со спектрометром высокого разрешения группа ученых из Украины, России и Южной Кореи заподозрила у этой звезды еще и спектральные линии актиноидов вплоть до 99-го элемента Эйнштейни. А у него самый долгоживущий изотоп существует всего 472 дня. То есть что, каким-то странным образом звезда создавала эти элементы? Эту работу критиковали. Более поздние публикации вроде как не подтверждают в спектре актиноиды, но все равно звезда Пшебыльского крайне интересный объект. И, кстати, кандидат для поиска внеземного разума вместе со звездой Таби. Пожалуй, первая даже поинтереснее будет. И она показывает, что сейчас, имея чувствительную технику, в том числе спектрометр высокого разрешения, мы способны обнаружить некоторые химические элементы в звездах в весьма незначительных концентрациях. Можно пофантазировать, что когда-нибудь астрономы снимут спектр звезды, которая имела несчастье оказаться слишком близко от сливающихся нейтронных звезд. Часть выброшенного вещества попала бы на нее, и в ее атмосфере астрономы заметили бы линии, которые никак не могли приписать какому-нибудь существующему химическому элементу. Но некоторые из этих линий уж больно походили бы на рассчитанный теоретический спектр того же Аганессона или Флеровия. Чем не начало романа? Правда, увидев новую линию, кричать Эврика не стоит. Все может оказаться сложнее. Вспомните историю, как после открытия линий гелия в атмосфере Солнца астрономы пошли открывать неизвестные химические элементы в других небесных объектах. Их называли корони, небули, геокорони и так далее. А потом выяснилось, что это вполне себе известные элементы, просто в очень необычных состояниях. Об этом на канале был, кстати, ролик. Есть и еще один способ обнаружить вибраниум или что там у нас. В Ваканду он попал с метеоритом. Так может поискать его в камнях с неба? Не так давно ученые исследовали химический состав метеорита Гепатия и обнаружили интересную вещь. Это углистый хондрит, то есть камушек, содержащий, можно сказать, первичное твердое вещество Солнечной системы. Такие метеориты никогда не были в составе крупных небесных тел, поэтому их недра не подвергались термическому воздействию и не переплавлялись. Казалось бы, консервы из времени, когда у нас не было ни планет, ни даже крупных астероидов. Однако состав Гепатии оказался хитрее. В этом камушке весом всего 30 граммов находилось довольно неодородное вещество двух типов. И если первое вполне могло образоваться в протосолнечной туманности, то второе явно было не отсюда. Это была межзвездная пыль, попавшая в Солнечную систему на заре ее формирования, причем лучше всего ее химический состав объясняется, если предположить, что эту пыль выбросила сверхновая типа 1А. Напомню, что это термоядерный взрыв белого карлика. Так вот, выброшенное таким образом вещество додорифовало до формирующейся Солнечной системы и вошло в ее состав. Тут правда есть вопрос, почему его нашли только в Гепатии? И у авторов сразу несколько предположений, вплоть до того, что на самом деле астероид образовался не у нас, просто потом перелетел от звезды к звезде, как Амуамуа или комета Борисова. Ну или он образовался где-то на окраине Солнечной системы, но нам это не так важно. Гепатия доказывает, что мы можем доставить выброшенное сверхновое вещество к другой звезде, поместив его в метеорит и сбросив его на Ваканду, например. Правда, тут должно совпасть много факторов. Выброс сверхтяжелых веществ от сверхновой или слившихся нейтронных звезд надо каким-то образом законсервировать в астероиде, который желательно побыстрее должен долететь до Земли через межзвездные расстояния. У Гепатии в запасе были миллиарды лет, но в нашем случае медлить нельзя. Иначе весь вибраниум или что там из острова стабильности просто распадется до падения и в Ваканде ничего не достанется. Поэтому я скажу так. Мне кажется крайне маловероятным, что элементы острова стабильности достигли Земли в большом количестве. Однако с некоторой натяжкой можно представить сценарий, при котором это происходит. Но гораздо вероятнее иной вариант. В метеоритах можно попытаться обнаружить не сверхтяжелые атомы, а их следы. Это ключ. Нет. Это рисунок ключика. Один из способов как раз вытекает из предыдущего рассказа. Сверхтяжелые ядра попали в формирующийся астероид, но распались прежде чем он упал на Землю. Однако в нем все равно останутся следы этого распада и по ним мы можем понять, что в камне было что-то интересное. Другой способ связан и с метеоритами, и с космическими лучами. Напомню, что космические лучи это частицы высоких энергий, движущиеся в космическом пространстве. Среди них могут быть и ядра атомов, ускоренные до околосвета скоростей каким-нибудь слиянием нейтронных звезд. Сталкиваясь с астероидами, они могут оставить в них следы. Особенно здесь удобен оливин, встречающийся в метеоритах-полоситах. В свое время академик Георгий Флеров, тот самый, кстати, в честь которого назван 114-й элемент Флеровий, посчитал, что один маленький кусок оливина из метеорита будет сравним по эффективности поиска следов космических лучей с одной-двумя тоннами фотоэмульсии, которая находилась в космическом пространстве в течение года. А преимущество в том, что астероиды летают в космосе сотни миллионов и миллиарды лет, так что успевают наловить много следов космических лучей. Для поиска сверхтяжелых ядер физический институт имени Лебедева проводил некоторое время назад эксперимент Олимпия. Когда массивные ядра сталкиваются с оливином, его структура меняется, и чем выше заряд ядра, тем трек от него будет длиннее. Также заряд влияет на то, насколько сильно ядро повредит структуру оливина. Поэтому он будет с разной скоростью взаимодействовать с химическими реагентами. В этом эксперименте исследовались кусочки оливина из этих двух метеоритов. Исследователи утверждают, что им удалось обнаружить 384 следа, оставленные ядрами с атомными номерами более 75, и 3 следа от сверхтяжелых ядер с номерами от 105 до 130. Причем, скорее всего, номер был 119, а время жизни этого элемента превышала 3000 лет. Увы, не залежи вибраниума, да и к надежности выводов Олимпии есть вопросы, но результат интересный. Ну хорошо, если с вибраниумом понятно, сверхтяжелые ядра, радиоактивные, редкие, отыскать сложно, но можно, то как там с кэмероновским анаптаниумом? Сверхпроводимость это свойство некоторых материалов, снижать электрическое сопротивление до нуля при понижении температуры до некоторых значений. И у каждого материала оно свое. Кстати, не у каждого есть. Но, наверное, подробно говорить про сверхпроводники мы сегодня не будем. Про куперовские пары, электрон-фотонные взаимодействия, покушать теорию можно и в интернете почитать, тем более, что это не относится к нашей основной теме. Могу порекомендовать интересную лекцию на канале Фонда Траектория, как раз на эту тему. Сверхпроводник обычно называют высокотемпературным, если он приобретает эти свойства при температуре выше минус 196 градусов Цельсия, температура кипения жидкого азота. Такие себе высокие температуры, однако, жидкий азот куда дешевле жидкого гелия, которым охлаждают невысокотемпературные сверхпроводники. Поэтому с конца 80-х годов сверхпроводимость начинает использоваться намного активнее. С проводимостью при комнатной температуре, как, собственно, у анаптаниума из аватара, все сложнее. В последнее время появляется все больше сообщений о веществах, сверхпроводимость у которых появляется при более высоких температурах. То их теоретически предсказали, то вообще уже обнаружили. Но, как я говорил, использовать их в промышленности невозможно. Им нужны запредельные давления. Вообще, изменение свойств вещества при высоких давлениях это отдельная и очень интересная тема. Частично мы ее уже касались, когда рассказывали с Евгением Щербаковым про гипотетические неуглеродные формы жизни. А именно мы говорили, что молекулы азота при очень больших давлениях способны образовать множество стабильных, сложных и необычных соединений. Вот только сейчас нас такие вещества не интересуют. Наш анаптаниум должен существовать при нормальных условиях, а не в недрах газовых гигантах или на поверхности белого карлика. Иначе кому нужно вещество, которое при добыче как золушка превратится в тыкву? Или в тыкву превращалась все-таки не золушка? Неважно. Фактически мы ищем в космосе некое довольно сложное соединение. Большую молекулу с неизвестным спектром. Линии молекул видны, это да. Их впервые обнаружил в спектре комет английский астроном Уильям Хёггенс. Напомню, это тот, который также заметил в спектре планетарных туманностей линии Небули. Я должен в третий раз напоминать про тот ролик. А например, в 1910 году, когда наша планета должна была пройти через хвост кометы Галлея, в некоторых кругах началась паника. Потому что немногим ранее в спектре кометы обнаружили цианид. А значит, попав в хвост, атмосфера Земли точно загрязнится ядовитыми веществами и нам всем каранты. Газетам Сенсация, производителям противокометных марлевых повязок лишний доход поди плохо. В отличие от атомов, которые видны в оптическом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазоне, линии молекул, за редким исключением, смещены в область больших длин волн. Поэтому настоящий рассвет изучения космических молекул начался вместе с развитием радио, а позже и миллиметровой астрономии. В 1963 году обнаружили гидроксил, в 1968-м аммиак и воду. Ну а далее по нарастающей. На сегодняшний день известно уже более 270 космических молекул. Это не считая тех, что то открывают, то закрывают типа глицина. А ведь долгое время казалось, что молекул в космосе вообще быть не должно. Вещество там скорее всего ионизировано, а одноименные заряды, как известно, отталкиваются. Плюс мешают низкие плотности, ну и высокие относительные скорости атомов, из-за которых они никогда не соберутся в молекулу. Но потом выяснилось, что в космосе хватает и нейтральных атомов, а нейтральному атому вступить в реакцию с ионизированным уже проще. Плюс в создании молекул помогают космические лучи, аккуратно ионизируя радикалы без их разрушения. Ну и наконец, космическая пыль оказалась просто каким-то химическим реактором, способным пересобирать атомы и химические радикалы в молекулы. Космические пылинки это частички размером до 0,1 мм, но обычно сильно меньше. Они состоят из силикатов или графита и иногда бывают покрыты замерзшими летучими веществами, в том числе и водяным льдом. Вот она пыль. Эти темные участки в Млечном пути это как раз то место, где пылевые облака экранируют свет звезд. Конская голова это тоже газопылевой комплекс. В таких плотных и холодных облаках обычно и рождаются звезды. Пыль создается оболочками красных гигантов, которые на последних этапах жизни коптят как старая печка-буржуйка. А еще пыль, как ни странно, может появиться при взрыве сверхновой. Под воздействием излучения, космических лучей, ионов и кусочков различных молекул химические соединения на пылинке могут многократно разрушаться и пересобираться, образуя в итоге обнаружены сахара. Думаю, в ближайшее время найдут и аминокислоты. Насколько далеко может зайти этот процесс и, грубо говоря, какая часть до биологической эволюции прошла на маленьких углеродных частичках, прежде чем попасть на Землю, пока вопрос. Но мы разберемся. Но давайте представим, подчеркиваю, только представим, что на космической пылинке каким-то чудом возник анаптаниум. Если там возникают сложные молекулы, пусть и он появится, жалко что ли. Сможем ли мы найти его по спектру? А вот здесь, похоже, у нас начинаются серьезные проблемы. В атоме, как мы помним, есть энергетические уровни, прыгая между которыми, электрон может излучать и поглощать фотон. Так появляются спектральные линии. Но молекула состоит из двух и более атомов, поэтому в ней гораздо больше уровней. Смотрите. Уровни, то есть ступеньки, по которым может перескакивать электрон в молекулы, излучая или поглощая энергию, бывают в основном трех типов. Первые возникают из-за взаимодействия электрона с ядрами или другими электронами. Вторые связаны с тем, что молекула вещь довольно гибкая. Она может изгибаться, деформироваться и дрожать, как желе. Вот только из-за того, что у нас тут уже вовсю квантовая физика, делать она это тоже будет порциями. Ну и, наконец, молекула может вращаться, при этом излучая и поглощая энергию, тоже порциями. По порядку величины энергия этих уровней отличается вот так, то есть в сотни раз. И если уровни взаимодействия электрона с ядром могут попасть в видимый диапазон, даже иногда в ультрафиолетовый, то колебательные уровни это инфракрасный, а вращательные субмиллиметровый и радиодиапазон. Есть и другие способы выдавить излучение из молекулы, но не суть. Это все приводит к тому, что даже у простой молекулы уровней много, очень много. Вот изображение узкого участка спектра с кучей спектральных линий, и далеко не все из них удалось идентифицировать. Например, при наблюдении туманности Ориона на 30-метровом телескопе Айром обнаружили 14400 спектральных линий, из которых 10040 удалось отождествить 43-мя молекулами, а оставшиеся 4000 линий непонятно, чему принадлежат. Ну а во-вторых, рассчитать эти уровни, а значит и спектральные линии для более-менее крупной молекулы на современных компьютерах практически нереально. И если у нас нет возможности поиграться с ней в лаборатории, то и спектр ее мы толком не узнаем. Так что, если где-то в межзвездных молекулярных облаках летает тот же анаптаниум, мы можем получить его спектр, если, допустим, его достаточно много, а у прибора хватает чувствительности. Но мы не поймем, на что именно смотрим, и уж тем более не узнаем свойства этого вещества. Зато на помощь могут снова прийти метеориты. Давайте уже! Нам ведь только этого и не хватает, правда? В 2020 году мир облетело сенсационное сообщение, что в двух метеоритах нашли возможные следы внеземного белка. Да, об этом снова было видео на канале. И несмотря на то, что позже эти результаты некоторые ученые поставили под сомнение, ничего не мешает каким-нибудь веществам из протозвездных туманностей или продуктов древних космических катастроф вроде столкновения планет, попасть к нам вот таким способом. Межзвездные астероиды нам уже известны. Так почему бы некоторым веществам и не упасть на нашу планету вместе с ними? Давайте подводить итоги. Фантастические вещества довольно легко выдумать. Бескар, адамантии, мифрил, красная ртуть, вибраниум тот же. Намного сложнее встроить их в современную картину мира, даже на элементарном уровне. С некоторой натяжкой это мы попытались сделать. Так что, если сценаристам Марвел захочется придумать для своих ребят в трико более глубокое научное обоснование, обращайтесь. Ну а если серьезно, то мне очень хотелось проверить, можно ли объяснить странные свойства веществ из фантастических произведений и предложить методику их поиска на основе имеющихся технологий. Надеюсь, у меня получилось. Ну а если совсем серьезно, я хотел в очередной раз показать, как работает наука о космосе. В общем, для этого мы все и делаем. Ну а теперь ответьте мне, почему? Ну почему вы все еще не подписаны на наш телеграм? Там каждый день интересная движуха, голосовухи, новости канала. Иногда набегают какие-то тролли. Короче, вы нужны нам. Ссылки в описании. На другие соцсети, кстати, тоже. Также в описании ссылки на материалы этого ролика. Причем цифры в ролике это как раз номер публикации в документе. А еще там ссылки на ресурсы, на которых можно поддержать выход наших видео. Как с подпиской, так и разово. Это нам очень поможет, особенно сейчас, когда Ютуб отменил монетизацию. Ну а уж подписаться на канал, прожать лайкос и написать в комментариях что-нибудь могут все. Я уверен, вот ты, уважаемый, сделай это прямо сейчас. Мне будет очень приятно. Ну а всем мира, здоровья и ясного неба. До встречи на улице Шкловского. Хочу вспомнить, что Юси Самуилович Шкловский был одним из самых ярких астрофизиков той эпохи, когда я учился и был молодым астрономом. Я был аспирантом у Юси Самуиловича Шкловского, защищал у него кандидатскую диссертацию, ну и любовался тем, как ярко генерирует он астрономические, астрофизические гипотезы. Это, конечно, был человек очень запоминающийся и до сих пор мы стараемся походить на него, хотя это очень трудно, ведь он был талантлив во всех областях, прекрасно рисовал, замечательно писал эссе и небольшие рассказы, воспоминания, мемуары. Одним словом, давайте постараемся быть как Шкловский.